представляете вот какой казус происходит да каждый год привозят нам дрова все дрова были перерублены специально попросили чтобы нам в печку их перерубили до 25 сантиметров потому что у нас иначе не влазит только что привозят дрова смотрю елки-палки они все в чурках нам же три раза этот вот без лесу привозили дрова не все были перерубаны в этом году даже не думала уточнять один и тот же человек одни и те же дрова не голову не могло прийти шелм чурках привезет приходит муж расстроенный от водитель привез дрова не все в чурках придется все их перерублю в прошлом году какая работа была надо было перерыв отрезать от каждого бревнышка отрезать 10 сантиметров там мой муж занимался всю зиму этим сегодня у нас резко потеплело я хочу вам кое-что рассказать посижу вот на качельке потому что просила этого дядька только чтобы он со мной погулял на нет он не хочет со мной гулять он хочет дрова рубить уже перетащил почти все дрова хотя сколько осталось это уж пока не перетащит и все не перерубит он не успокоится и гулять мне не получится поэтому я решила сама себе гулять сейчас сяду здесь и буду снимать вам видео но сейчас очень потеплело было 15 градусов стало 5 так что можно пойти погулять было бы нет не хочет ну расскажу вам вот что недавно я сняла видео о том что я такая умная решила заменить метформин берберином съехать хотела с метформина потому что я же его пью уже без перерыва много лет просто раньше я этот метформин пила очень мало вечером только один раз 850 а утром я пила диабетом но когда у меня связи с нашими событиями повысился резко сахар и мне пришлось обратиться к врачу вот то она мне назначила другое лечение и сразу мне бабахнула метформин утром и вечером по тысячи вот вы пишите мне в комментариях а что вам врач посоветовал заменить метформин берберином конечно она мне этого не посоветовала ни один грамотный врач вам этого не посоветует потому что врачи прекрасно понимают что берберин это биологическая добавка не лекарства да он действует на подобие действия метформина но все равно это не метформин берберин уже известен на самом деле тысячи лет он пришел к нам из индии люди им давным-давно лечились но как-то в современной медицине всегда лечили берберином желчоотток для того что назначали людям для того чтобы у них улучшился желчоотток и только недавно заметили что он помогает снизить сахар и вообще является профилактикой рака поэтому его сейчас охотно назначают но как диабетическое средство берберин не совсем известен но у нас в украине он известен мало какому врачу если бы я пошла к своему врачу эндокринологу который принимает поликлинике он может быть и слышал о нем но во всяком случае у него никаких бы пожеланий каких-то советов на эту тему я бы не получила потому что когда я последний раз была у нашего эндокринолога кстати не старого довольно молодого мужчины врача и довольно таки давно он уже работает на счету мне вообще сказал что нужно дробно питаться при диабете 2 типа и нужно и заменил мне диабетон амарилом понимаете то есть одно лекарство старого поколения заменил лекарством таким же такого же старого поколения интересно на какой эффект он рассчитывал я конечно сделала это я перешла на амарил но я очень быстро с него съехала потому что он не сахар как и диабетон не помогал снизить поэтому те кто пишет что вот вы посоветовали с врачом нет конечно я не посоветовала с ней когда я написала вообще когда я пошла к своему уже платному эндокринологу когда я записалась на прием первое что она мне посоветовала нам не посоветовала увеличить дозу метформина то есть пить утром тысячи вечером тысячи я была в соке я говорила что вообще хочу с него съехать я хочу от него отказаться сколько его можно пить у него куча побочных явлений но она мне сказала категорически что метформин это считается сейчас одним из лучших препаратов для лечения диабета да он не снижает сахар так и другие сахароснижающие препараты но это профилактика рака это профилактика побочных явлений которые вызывают непереработанный сахар в организме человека и пить его обязательно надо если вы хотите победить диабет вот так она мне сказала поэтому когда я решила заменить его берберином я и да я ее даже не спрашивала можно это или нельзя но когда уже метформин заменила берберином смотрю неделю сахар повышается да на одну 2 единицы но он повышается вот такая динамика вторая неделя сахар все равно не падает а все равно он 89 утром а был 78 я забеспокоилась и я позвоню написала ей написала и что я такое сделала она мне пишет что вашей ситуации не удастся заменить метформин берберином не навредите себя иначе можно пожалеть ну и короче пришлось совмещать эти два препарата рассказываю об этом для того чтобы вы понимали как заниматься самолечением но с другой стороны действительно берберин большинство врачей у нас в украине он не известен он и не так хорошо известен и в америке где проходят люди исследования где он тестируется на больных многие вы мне пишите о том что вот лекарства имеет побочные явления например одна женщина написала что фарксига она вызывает рак не знаю где она такой конечно прочитала но хочу вас настроить на то что любое лекарство если его неправильно принимать если его самому себе назначать как это сделала я то она может принести вред особенность это лекарство длительного применения поэтому ребятушки не делайте моих ошибок а лечитесь по назначению врача видите как у нас снежно всегда это у нас будет январь февраль особенно март перед весной будет мести снег будут бури снежные будут морозы прям до 1 апреля но 1 апреля как по мановению волшебной палочки все это ставит бывало такое что мы сюда приезжали весной когда еще жили в киеве и снега было 1 апреля по колено но уже через пару дней снега не оставалось ни следа он встаивал он мать и плечка муж и критикуют говорит что он жалеет надо было делать ее прямоугольную не вот такой вот полукруглая прямоугольную крышу что больше можно было посадить и хочет ее переделать и я не разрешаю мне очень нравится эта тепличка кстати мне там до сих пор зеленая петрушка ох 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 я тут еще не было я даже не видела что он тут делает посмотрим вместе ух ты ты так красиво все поскладывал и не холодно тех кто занимается дровами тому жарко какие-то стены еще так ну ладно работаю я пошла готовить кушать ну ладно работаю иди готовить кушать сегодня друзья снова делаю шоколадное масло если вы еще не делали по моему рецепту то обязательно сделайте потому что это очень вкусная вещь я посмотрела у нас магазине масло шоколадное продается там 62 процента жирности то есть остальное может быть что хочешь и вода и пальмовое масло я купила масло 82 процента и буду сейчас делать масло я уже сделала со стеви очень вкусно стеви они чувствуются только в прошлый раз я на пачку масла уложила три столовые ложки какао и две столовые ложки стеви счастье положила три ложки стеви у нас стеви идет один к одному было не сладкое надо было немножечко подсладить видите какая масса получается молоко стеви и какао я довела до готовности нами остудила туда пачечку масла сливочного сейчас будут блендером взбивать в пышную массу миксу моему 300 лет в обед но я им пользуюсь всю жизнь она меня я довольна друзья прошлый раз когда снимала видео в шоколадном масле я вам не показала до какой консистенции его надо взбивать помните я в начале видео показывала какое было у меня какао но было очень очень темное и масло поначалу было очень темное а сейчас видите я его взбила пену и оно все как крем она стала намного светлее просто светло-коричневая вот это вот настоящее шоколадное масло ешьте это только будет польза утром бутербродик то это то что надо а